МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем Россию втянули в Первую мировую войну? Когда Россия и Германия с непонятным ослеплением уничтожают друг друга, то это возникает только на пользу англосакских держав. Чего на самом деле добивались наши союзники? Контанта создавалась именно как союз против Австро-Венгрии, а потом и против России. Это вот образ НАТО. Почему нельзя было допустить победы русских? Становимся самой мощной военно-экономической страной в мире. И почему именно тогда случилась революция? Это было то необходимое звено, чтобы все это осуществилось, вот это долгожданное наступление. ВЗРЫВ Первая мировая война. Официально она продлилась почти пять лет. С 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918. Тогда этот военный конфликт стал самым широкомасштабным. Впервые в истории он затронул почти весь земной шаг. 80 миллионов человек были убиты или тяжело ранены. Распались Османская, Российская, Германская и Австро-Венгерская империи. Но сегодня, как никогда, важно снова взглянуть на то, что происходило тогда. Потому что в геополитике мало что изменилось. И главное противостояние на самом деле не закончилось до сих пор. Первая мировая война заканчивалась, и мы видели, что она заложила основы будущей войны. Опять тот же передел колоний, нещадная эксплуатация, наращивание вот этих финансовых там мешков, пузырей и так далее. Начало Первой мировой принято отчитывать от убийства наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда Сараева. Оно было совершено сербским националистом Гаврилой Принципом. Но это была не причина мирового противостояния, а лишь повод к нему. На самом деле войны хотели все. Начиная с конца 19-го столетия, вообще-то Европа жила войной. Уже готовились все страны к войне, и война за передел мира сложилась таким образом, что Британия и ряд других европейских, прежде всего морских стран, они обладали огромными колониями. Они обладали рынком сбыта своих товаров и не хотели, естественно, отдавать. А Германия активно претендовала на новые рынки сбыта и новые сферы влияния. Однако другие европейские страны не пускали. Британия жестко блокировала ее на Балтике, отрезая таким образом выход в мировой океан. Все зависимые и малоразвитые страны в Африке, Азии и Америке были давно поделены. Никто в мире не питал иллюзий, что рано или поздно придется решать эти вопросы с оружием. Ленин в статье «Война и российская социал-демократия» писал, немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный с ее точки зрения момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предрешенные Россией и Францией. И в Германии уже геополитики, такие как Риттер, Рацель, они уже отработали теорию, теория, которая состояла в том, что государство – живой организм, и по мере своего роста и развития требует большего пространства. Вот Lebensraum – жизненное пространство, вот этот термин был введен. И дальше уже развивали законы роста, значит, и за счет кого будет расширять свое жизненное пространство Германия. За счет более неудачливых своих соседей, и за счет передела, ну, как незаконных, как они говорили, обретенных вот этих территорий. Так что война назревала. Но и кроме нее нового мироустройства хотели многие. Британская империя накопила много претензий к немцам. Прежде всего, она не могла простить Германии поддержку буров в англобурскую войну с 1899 по 1902 годы. Не намеревалась отстраненно наблюдать за германской экспансией в районы, которая считала своими восточную и юго-западную Африку. Франция стремилась взять реванш за поражение, нанесенное ей Германией во франко-прусской войне 1870 года. Хотела возвратить Эльзас и Лотарингию, отделенные по итогам той войны. Несла убытки на своих традиционных рынках сбыта в конкуренции с немецкими товарами. Любой ценой стремилась сохранить свои колонии, в частности, Северную Африку. Меньше всего интересов в той войне было у России. Почему? А дело в том, что со второй половины 19 века именно Германия стала главным внешнеторговым партнером Российской империи. То есть она поглощала огромные объемы нашего экспорта, вернее нашего импортного зерна. И не только зерна, но и другой сельхозпродукции. А для нас была главным поставщиком ноу-хау промышленных товаров, технологий, оборудований и так далее. Однако существовали геополитические цели, которые перевешивали этот факт. В случае победы над Германией Россия могла бы получить и ее промышленность бесплатно в качестве трофея. Затем наши интересы на Балканах были весьма четкими. Взять исключительный протекторат над всеми славянскими народами и противодействовать австрийскому проникновению на эти территории. И самое главное уже касалось турецких владений. У нас по секретным договорам с Великобританией и Францией документы о том, что после общей победы мы получаем Константинополь, Стамбул, Босфор, Дарданеллы, то есть прямой выход в Средиземноморье, становимся самой мощной военно-экономической страной в мире. Война велась между двумя крупнейшими в то время политическими блоками – Антантой и Центральным блоком, он же бывший Тройственный союз. В Антанту входили Российская империя, Англия, Франция и более мелкие страны. Центральный блок состоял из Австро-Венгрии, Германии, Италии. Последняя позже присоединилась к Антанте, а в Тройственный союз вошли Болгария и Турция. Всего в Первой мировой войне участвовало 38 стран. Ну, Антанта – это некое подобие НАТО, где доминировала Британия. Россия была, хотя и мощной державой, но на вторых ролях. И Антанта создавалась именно как союз против Австро-Венгрии, а потом и против России. Это вот образ НАТО. Поэтому именно что удалось своими интригами и тайными действиями вывести Россию или разорвать союз между Россией и Британией от 1905 года и втащить Россию вот через лозунги там стабильности в Европе и так далее, вот в антигерманский союз. И через Антанту именно нас с Германией столкнули. Когда мы должны были по крайней мере или нейтральными в этой войне, или в союзе с Германией. И тогда, если бы мы были в союзе с Германией в Первой мировой войне, об этом Алексей Ефимович Ван Дамм, кстати, тоже писал, то война длилась бы от трех месяцев до полгода не больше и закончилась бы поражением Франции и Британии. На самом деле союзники России вовсе не были ей верными друзьями. Британцы и французы намеревались в итоге столкнуть в этой войне Германию и Россию, ослабить и затем победить и поделить обеих. Как писал Хэлфорд Чон Маккендер, автор теории Хартленда, «Союз Германии и России является смертельно опасным для англо-саксонского мира». И поэтому задача была столкнуть, что, собственно говоря, успешно и решалось. В течение 1914 года военные действия развернулись на Западном, во Франции и Восточном, на территории Пруссии и России фронтах, Балканах и колониях. Германия быстро захватила Бельгию и Люксембург и начала наступление на Францию. Россия вела успешное наступление в Пруссии. В 1915 году ожесточенные бои шли на Западном фронте, где Франция и Германия отчаянно стремились переломить ситуацию в свою пользу. На Восточном фронте для русских войск ситуация уже изменилась в худшую сторону. Из-за проблем со снабжением армия стала отступать, потеряв Галицию и Польшу. Ведь наша российская армия, она выносила главную тяжесть вот этой войны в Австро-Венгерии и Германии, особенно на сухопутных театрах военных действий. Главнокомандующий французскими вооруженными силами, маршал Бош, он в своих мемуарах писал, что если бы не русское наступление, Франция не продержалась бы и месяц. Англичане участвовали в основном на море, и ограниченный контингент сухопутный был у них. Французская армия была очень слаба, и Россия взвалила на себя всю тяжесть войны. Затем наступил 1916 год. В этот период на Западном фронте произошло самое кровопролитное сражение – Верденское, в ходе которого погибло более миллиона человек. Россия, стремясь помочь союзникам и оттянуть силы германской армии на себя, предприняла успешную попытку контрнаступления – Брусиловский прорыв. Вообще, первые годы войны в целом были успешными для российской армии. Однако фронт требовал слишком много ресурсов. 11 миллионов крестьян были забраны в армию или на заводы. Работать стало некому. Начались проблемы с поставками продовольствия в города. В 2016-2017 годах начинается быстрый рост цен. К началу 2017 года цены возросли примерно в 6 раз. Причем, наиболее быстрым был рост цен на предмет первой необходимости. При более или менее сносном в целом производстве произошла дезорганизация транспорта. И даже заготовленное продовольствие не успевали доставлять не только в крупные города, но даже на фронт. Поставки продовольствия резко сократились. Это вызвало продовольственный кризис в городах. То есть вроде бы хлеб есть, мясо, молоко есть, а в городах его нет. И это, естественно, вызывало резкое недовольство населения, которое и так было уже накануне войны готово к революционным выступлениям. А тут еще и вот эти вот лишения, вызванные войной, добавочные. В народе росло недовольство непонятной войной. Никто из полуграмотных крестьян не понимал, зачем императору проливы и за что они воюют с немцами. На этом фоне поднималась либеральная оппозиция. И активизировались разные революционные группировки, прежде выжидавшие в подполье. Известно, что некоторые царские министры очень, я бы сказал, с большим беспокойством говорили о возможности грядущей революции. Министр внутренних дел дурного накануне Первой мировой войны предупреждал царя в письме, что нам нельзя ввязываться в войну, иначе это приведет к революции, которая сметет монархию. Совершенно справедливо писал. Понимал ситуацию. На фронтах глобального противостояния все шло к победе России. Однако, так называемые союзники по Антанте вовсе не собирались этого допускать. Прежде всего, британцы и французы боялись, что немцы с русскими договорятся и пойдут против них. А это была бы катастрофа. Такого удара колониальные державы не смогли бы пережить. Были очень серьезные опасения у союзников по Антанте, а именно у Англии и Франции, что Россия хочет выскочить из военной бойни и пойти на сепаратный мир с немцами. И вот это ожидание того, что сейчас эти прогерманские силы выведут Россию из войны и оставят Англию и Францию один на один с Германией, эти ожидания были очень сильные. Кроме того, Британия, веками боровшаяся за Босфор и Дарданеллы, очень сожалела о секретном договоре с Россией, по которому в случае победы проливы отошли бы ей. Выполнять свои обещания на Туманном Альбионе не хотели и придумали решить эту ситуацию кардинально. В сознании британских политиков, прежде всего, вот эта мысль о том, что Босфор придется передавать России, она их просто бесила и заставляла искать способы, как уйти от этого обещания. Очень просто убрать Николая II, которому обещали. Придет кто-то другой к власти, Михаил или еще кто-то, а ему ничего не обещали. Известно, что те либералы, которые позднее войдут во Временное правительство, прямо или косвенно нашли поддержку на Западе. С осени 1916 года английское и французское посольства превратились почти в штаб-квартиры заговорщиков с целью свержения монархии и смены режима. Многие аналитики считают, что нити управления этой февральской революцией уходили в британское посольство. Именно там готовили агентов влияния, именно там разрабатывался этот сценарий. И именно Британия была кровно заинтересована в том, чтобы вывести Россию из войны не как победительницу, а как побежденное государство. После февральской революции Англия и Франция уже в мыслях представляли себя триумфаторами. Они подталкивали временное правительство к наступлению на немцев. Союзники думали, что очень скоро руками России побьют немцев и турок и начнут делить гигантский пирог. Однако англичане и французы не учли двух факторов. Главный – то, что временное правительство состояло из людей, совершенно не способных к государственному управлению. Оказавшиеся у власти думские депутаты продолжили игры в псевдодемократию в совершенно ненужном месте. Петросовет сразу же выпустил так называемый «Приказ номер один» о создании солдатских комитетов, после чего в армии начинается анархия и беспорядок. И немцы это прекрасно видят. В окопах распускаются слухи о том, что делится земля бывших помещиков, хотя реально до земельной реформы было еще очень далеко. Солдаты массово бегут с фронтов и не подчиняются офицерам. Наступление проваливается. Вот июнь месяц, когда готовились к наступлению, так вот за полмесяца, с 1 по 15 июля, из действующей армии, и особенно из тех частей, которые должны были идти в наступление, около 25 тысяч дезертировали. Бежали просто. Не вперед в наступление, бежали в тыль и так далее. Вот что, собственно говоря, случилось с армией. И армия перестала быть как силой, вот тем ядром, вокруг которого консолидируется общество. И второе очень важное обстоятельство. Невиданный авторитет в массах очень быстро набирают большевики с лозунгом «Долой войну». И эта политическая сила, которая всегда считалась аутсайдером, получает весь электорат, оказавшись в нужное время с нужными словами. Большевиков было очень мало против тех же меньшевиков, эсеров, кадетов или анархистов. Но огромную поддержку народа они завоевали в кратчайшие сроки грамотной пропагандой. И вот этот лозунг им дал огромную популярность. И можно сказать, на две трети их победа в октябре 1917 года, особенно в борьбе за фронт, была связана с тем, что они обещали скорейший мир и говорили, в отличие от временного правительства, что первое, что мы сделаем, мы заключим перемирие. То есть перестрелки прекратятся. И они это сделали действительно очень быстро. 2 декабря уже все, перемирие. Солдаты, конечно, вздохнули свободно. Даже вот эта жизнь на фронте, но без стрельбы это все-таки совсем другое дело. И многие офицеры, вот есть такой дневник Бутберга, когда он говорил, что на фронте выступать против большевиков, это было совершенно невообразимо, потому что они пользовались огромной популярностью благодаря своим лозунгам немедленного, скорейшего мира. Большевики хотели власти, и они ее получили. И в ночь на 26 октября или 7 ноября 1917 года оставалось лишь решить, что делать с войной. С самого начала они декларировали мир без аннексий и контрибуций и не собирались от этого отказываться. Первым же принятым в Смольном законе стал декрет о мире. Россия выходила из Первой мировой войны, но теперь уже не на своих условиях. Этот мир дался новому правительству очень тяжело. После объявленного большевиками перемирия немцы 28 января 1918 года предъявили России ультиматум. Германия требовала подписания договора на таких условиях, которые влекли за собой отделения Польши, Прибалтики и Белоруссии. Вообще говоря, тактика большевиков на переговорах с Германией состояла в максимальной затяжке этих переговоров. Большевики не хотели идти на эти жертвы. Почему они на них пошли? Исключительно из-за начала германского наступления. Это грозило оккупацией значительной части европейской территории страны, выходом немецких войск к основным промышленным центрам, к Петрограду, к Москве. 18 февраля началось нападение австро-германских войск. Красная армия была распущена, противостоять врагу было некому. В результате были заняты Псков и Нарва. Некоторые полки, которые находились в это время на своих позициях, отступили без боя. России уже не приходилось обсуждать условия Брестского мира. Для большевиков это было колоссальное поражение. Причем большевики зевнули, как в шахматной игре, одну очень важную вещь. Они думали, что они ничего не теряют. Они тянут время, ничего не теряют. Но немцы вот что захватили, то немцы и так ведь заберут. Поэтому мы сейчас провозглашаем эту замечательную пацифистскую программу «Мир без аннексии» и «Контрибуции». И все страны мира увидят, кто на самом деле борется за мир. Это большевики. И это будет, конечно, способствовать популярности коммунистического движения во всем мире. 3 марта 1918 года был заключен Брестский мир. Украина, Польша, Прибалтика и часть Белоруссии были отсоединены от России. Также советская сторона уплатила Германии больше 90 тонн золота. Немцы, делая вид, что они хотят обеспечить власть законного правительства Украины, начали оккупацию ее территорией. В это время поднимаются восстания левых эсеров, и гражданская война принимает вид широкомасштабного сражения. Оппозиция резко критиковала заявление Ленина о том, что у России не было другого выхода, кроме как принять условия договора. Поэтому угроза была серьезная. Ленин, после некоторых колебаний, но все-таки пришел к выводу, что эта армия воевать не может, мир заключается на немецких условиях, все равно потом отберем. Ну, потом много чего отобрали, действительно. Ибрестскому миру не суждено было долго действовать. 13 ноября 1918 года, после победы Антанты над австронемецкими войсками, Россия отменила этот договор. Большевики сразу сказали, что подписывая мир под угрозой штыков, они заранее заявляют, что как только эти штыки ослабнут, они этот мир денонсируют. То есть Германии была такая объявлена превентивно война в будущем. И большевики это сделали. Как только началась революция в Германии, они этот мир 13 ноября 1918 года денонсировали с момента подписания. То есть без всяких юридических последствий. Большевики не выразили притязания на собственность Российской империи за рубежом. Однако они также отказались от всех принятых царским правительством политических и финансовых обязательств. Союзники по Антанте восприняли это крайне негативно. Им было, что потребовать от России. Однако немцы приветствовали этот шаг Ленина. По сути, Россия и Германия оказались в одном положении – проигравших. И это способствовало новому союзу, который был выгоден обеим молодым республикам. Адмирал Тирпиц, известный немецкий адмирал, сказал вот такую замечательную фразу, что когда Россия и Германия с непонятным ослеплением уничтожают друг друга, то это возникает только на пользу англосакских держав. Ну, так оно, собственно, и вышло. Самую главную пользу от того, что произошло на территории Европы в годы Первой мировой войны, получили Соединенные Штаты Америки. И быстро из аграрной державы, которые считались они до того времени, быстро-быстро стали индустриальной державой. Потому что Первая мировая война потребовала развития военной техники. В США были ликвидированы, естественно, остатки безработицы. Были построены мощные заводы судостроительные и всякие другие заводы. И самое главное, что они получали за всю эту военную продукцию немалые деньги, шедшие потоком. Вот главный победитель в Первой мировой войне. История показала, что во Вторую мировую войну ситуация была очень похожей. И сегодня мотивы поведения тех же самых стран ничуть не изменились. Однако третьего раза быть не должно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова